Итак, мы начинаем смотреть этот матч, и тут вступает в игру Джан-Луиджи Буффона. Буффона футболисты в черно-синей форме и коротко. Игрой был таков. Интер после 10 туров занимает первое место в таблице, 24 оч. Он будет серьезно относиться к судейству, потому что неаполитанцам, назначив два, на взгляд Клаудо Ранири, не обоснован. Сейчас Ювентус-Интер, Джан-Луиджи Буффон выносит. И, кстати, эти две команды уже завершили свои встречи. И Ювентус, который хочет доказать едва ли не больше всех в составе Миланского клуба, рвется вперед. Там шел пас на 19 номер, она накручивает защитника. Еще буквально за 20 минут с Джан-Луиджи Буффоном. Нет, именно Хулио Круз, кстати, якобы Эрнан Креспа должен был. Он оказался сильнее команды, которая после дисквалификации Ювентуса заняла трон из своей штрафной, а то и вратарской. Милан Креп просит мяч, но партнеры предпочитают действовать иначе. Высокий навес и входит до Ювентуса. Хотя в течение не сделал этого Джиджи, может быть, портнеры показался ему, что нарушение правил было. Похоже, что было это действительно так, но Хулио Круз выходит один на один с Буффоном. И была эта грань. И атаковал, атаковал, но забить. Не торопятся никуда футболисты Ювентуса. Возможно, решили. Удар Давида Трезегея поворотом Жулио Сезара. А значит, штрафной полностью закономелен. Внимательнейшим образом Джан-Луиджи Буффоку и еще двое футболистов Интера. Камбьяса 2-0. Два футболиста замешательства Джан-Луиджи Буффона. А там первым подоспел к отскоку Камбьяс. Кто-то упал. За такое, конечно, нужно давать желтую карточку. Особенно учитывая, что у Ротки находился у всех защитников Ювентуса. И передачу делает на Ибрагимович. Удар Буффон надежен. Повторные удары Ибрагимовича. Вот этого не должны были допускать ни в коем случае защитники. Ведь Джан-Луиджи Буффон на один-то удар среагировал. Пусть он умерит 7 метров до ворот Джан-Луиджи Буффона. Но это был не удар по воротам, скорее. Сейчас в исполнении Камбьяса. И пас! Ну, что здесь скажешь, браво? Причем 2-0 не в твою пользу. Вновь созвал с мячом. И вновь он находит момент для удара. Буффон растет, чтобы защитить собственные ворота. Ну, а здесь выпало сравнять счет. 1-1. Есть. Вводить мяч. Да, Джан-Луиджи Буффон. Галкипер Ювентуса. Галкипер сборной Италии. Чемпион Мьеса. Передача. Было положение вне игры. От ворот до ворот сыграли футболисты. Ну, и здесь Рокки. Дерби. Что нет. Вроде бы в порядке. Тогда было непонятно. Еврагимович нет. Выйдет Буффон из ворот. Не темнил. Максвелл действительно появился. Давайте к Ювенту. Тут 30-й. И командам нужно, нужно идти вперед. В программе потом скажу. Потому что Интер сейчас опасный штрафной исполняет. И Джан-Луиджи Буффон в операции. С левой ноги выполняет передачу вперед. Длинная передача вперед. Хотя, честно говоря, вот если вспоминать матч Киво с левой ноги, он умеет бить очень сильно Киво. Приятнее будет пробить. Так и есть. Сильно Буффон! Джиджи Буффон. Ну вот он на то, он и лучший воротарь. Да, в прошлые годы много хвалили и Кассилиса, и Чеха. Они прекрасные голкиперы. Но есть вот что-то такое в Буффоне, что заставляет признать его лучшим. Видимо, редкостная стабильность и надежность. Ударили сильный Киво по ногам, что он перевернулся в воздухе. Фарина. Еврагимович. Удар сильный! Стенку, ну не знаю, не то чтобы разбил, пробил, проколотил сейчас Ибрагимович. А, тут даже вот как было. Два футболиста Интера. Отношения с Манчини нормальные, но он почти не играет. Хименес. Делает передачу с правого фланга. Хименес все время смещается то направо, то налево. Он сегодня освобожден. И получает сразу ответную передачу Максвелл. Хорошая продача с правого фланга. Ух, какая ошибка. Ну не то чтобы ошибка. Буфон здесь не ошибся, ничего страшного не произошло. Но сыграл не очень уверенно вот в этой ситуации. Видимо, раньше времени пошел... ...давний по сбору Давид Резге, когда нужно было пробить... ...танкович. И все-таки про календарь Интера я скажу. Дальше после Латсо еще поединок сильный. Ибрагимович. Конечно, Майкон. Загружают, загружают, но Суазо и удар. Свисток уже раздался. Тем не менее, отреагировал. Жан Луиджи... Ух, как здорово. Ух, как здорово! Да, будет у нас концовочка, будет. Маниша забил. Все-таки спрач по правому флангу. Передача. В общем, может быть, зря я стал рассуждать о том, что Интер потеряет. Потом будем уже только за игрой наблюдать. Да, так вот, у Фламини контракт заканчивается. Арсенал хочет продвинуть. Интер официально опроверг сообщение от Лотелли. Как-то сыроват был Лотелли для такого-то матча. Ставят его Монфини. Я не буду никак... Занете. Загружается уже мяч. Просто загружает. А здесь буфон.